Библейский портал экзегет.ру представляет Досточтимые друзья, мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы приступаем к изучению пятой главы этого Евангелия. И первая тема, которую мы рассмотрим, – это исцеление в субботу. И мы читаем с первого стиха и ниже. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Было всего несколько праздников, о которых в законе Моисеевым было установлено, что все мужчины должны были являться на эти праздники. Здесь был один из этих праздников, и Христос, который сам говорил о себе, что Он пришел не нарушить, но исполнить закон, Он является в Иерусалим, то есть в Иерусалимский храм, на этот праздник. Как я вам объяснял ранее, никаких других храмов не было на всей территории Святой Земли. Были синагоги, но синагога – это не храм, это дом учения. А храм, где совершались жертвоприношения, это только в Иерусалиме, только на горе Мария, сейчас она называется Храмовая гора. Это было сакральное место для всех иудеев. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня. Что значит купальня? Для совершения омовения мужчины должны были погружаться в миквы. Миквы – это такой бассейн для полного погружения, потому что очиститься человек мог, если он погружался целиком, так что и голова его скрывалась в воде. До сих пор евреи пользуются миквы, обычно омовения совершаются, когда человек оказался в ритуальной нечистоте. Например, у человека произошли выделения, и мужчина, и женщина должны совершать подобные омовения по Моисееву закону. И считается, что если они совершили такое омовение до захода солнца, то после захода солнца они считаются уже чистыми. Но они не имели права ложиться спать, отдыхать в таком состоянии. Они должны были стремиться к очищению в каждом случае. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда. Вефезда – это с еврейского языка означает дом милосердия, при которой было пять крытых ходов, в них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. То есть вот эта купальня, она имела такое принципиальное отличие от множества других. Она являлась чудесным местом, и ангел Божий, когда сходил в виде движения воды, как мы прочитали. И если кто после этого первый входил в эту воду, то он получал полное исцеление, какой бы болезнью он не был бы болен. Существует огромное количество аллегорических истолкований этого текста. Пять крытых ходов – это пять чувств. Слепые, хромые и сохшие, ожидающие движения воды – это грешники, которые готовятся к крещению. А ангел Господень по временам сходящий в купельню, купальню и возмущающий воду – это процесс освящения воды перед крещением. И какие бы грехи не были бы на человеке, в купеле крещения он получает избавление от любого греха. И когда человек даже проходит так называемую генеральную исповедь, правда, я не очень понимаю, что это такое, он не имеет права вспоминать грехи, которые были до крещения. Иначе он оскорбляет таинство крещения, в котором все грехи снимаются. И мы читаем, тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Это очень большой срок для болезни, скажем так, это хронический инвалид. Характер болезни здесь не виден, но, скорее всего, речь идет о чем-то очень очевидном. И далее Иисус, увидев его лежащего, здесь указание может быть косвенное на то, что он был пролизованный, и его туда приносили. И, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров. Обычно любая такая болезнь, как пролизация, она сопровождается другими многими недугами, которые неизбежно тоже дают о себе знать. И человек пролизованный, у него могут начаться пролежни, если он в таком состоянии 38 лет, без сомнения проблемы с сердцем, с дыханием и целый ряд других недугов. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров. Казалось бы, а кто не хочет быть здоровым? И вопрос выглядит, как нечто такое чуть ли не праздное. Почему он спрашивает у человека, измученного человека, хочешь ли быть здоров. На самом деле, скорее всего, речь идет о том, что недуги этого человека они были связаны, телесные недуги, с какими-то духовными недугами, душевными недугами. И, хотя этот человек ожидал чудесного исцеления, его туда приносили для этого, но всегда очень важно задать человеку вопрос. нельзя человека приводить к любому таинству церкви, если нету согласия. И нету смысла уговаривать человека, чтобы он участвовал в каком-то таинстве церкви, как в русском народе говорят, невольник, не богомольник. но вопрос задан, хочешь ли быть здоров? Больной отвечает ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. на самом деле мы все не имеем такого человека, который мог бы исцелить все наши недуги и физические, и душевные. Особенно, когда речь идет о наших нравственных и моральных недугах, нам необходим тогда посредник между Богом и человеками, но посредник между Богом и человеками, он сам должен быть причастен и Божеству, и человечеству. Ангел не может быть посредником между Богом и человечеством, он не причастен Божеству, он не Бог, и не причастен человечеству, а посредник, он должен быть имеющий какое-то отношение. Только Господь Иисус Христос, будучи Бога-человек, причастен одновременно и божеству, и человечеству, и только Он в силу этого обстоятельства может быть совершенным посредником между людьми и Богом. Как и сказано, един ходатай, един посредник между Богом и человеком – человек Христос Иисус. И мы читаем, что происходит потом. Пятая глава, восьмой стих. Кто может, следите по тексту. Иисус говорит ему – встань, возьми постель твою и ходи. Казалось бы, этот человек расслабленный, парализованный, он нуждается в помощи другого характера. Надо дождаться, когда ангел сойдет в Вефезду, вода взыграет, и какой-то человек или этот же Иисус поможет ему первому оказаться в воде, и он будет здоров. То есть у каждого из нас есть свое представление о том, как бы Бог мог нас исправить. У нас есть у каждого свое представление о том, как бы Бог мог бы исправить вот этого человека, этого человека, этого человека. Но действия Бога, они не вписываются ни в какие наши представления той или иной ситуации, потому что Христос действует не так, как ожидал этот человек. Скорее всего, все 38 лет его туда приносили, к этой купели, клали, а потом вечером забирали, потому что надо было лежать в удобном месте, поближе к этой купели. Но исцеление происходит совершенно иначе. Восьмой стих Иисус говорит ему – встань, возьми постель твою и ходи. Казалось бы, как я могу встать? Если бы я мог бы встать, я бы дошел до купели, когда сыграет вода, происхождение ангела, я, может быть, оказался бы первым. Но действия Бога, они всегда непредсказуемы. И в Библии сказано, Бог говорит, мои пути – это не ваши пути. Поэтому то, как мы представляем действия Бога, особенно по отношению к другим людям, да и к нам самим, когда Господь вмешивается, Он властно всё делает по-своему. И он, то есть этот больной, тотчас выздоровел и взял постель свою и пошёл. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцелённому – сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Казалось бы, этот больной уже всем приелся, присмотрелся, если в течение многих лет он там лежал рядом с этой купелью. И эти иудеи должны были спросить – а что произошло? Ты устал на ноги, ты даже в силах взять постель и собрался сам идти домой, потому что они могли видеть, как каждый день его приносили, каждый день его уносили. Не мог же он жить рядом с этим местом. Но вместо этого их интересует совсем другой вопрос. Почему он взял постель свою? Потому что переносить какие-либо вещи в субботний день было запрещено. Таким образом, формальное исповедание того, как надо отмечать субботний день, для них заслонило само вот это чудо удивительного исцеления этого человека. Посему иудеи говорили исцелённому – сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им – кто меня исцелил, тот мне сказал – возьми постель твою и ходи. Этот ответ мог быть вызовом этим иудеям. Они не смогли помочь этому человеку. И представители религиозного эстаблишмента, и рядовые священники, левиты, книжники, фарисеи, они ничего не могли сделать для этого человека, если только находить для него какое-то удобное место, но даже не могли представить к нему человека, который бы в нужный момент погрузил бы его в купель. Поэтому есть элемент даже какой-то дерзости в его ответе – кто меня исцелил, тот мне сказал – возьми постель твою и ходи. Но с другой стороны, радость переполняет этого человека. Он не сомневается, что тот, который его исцелил, исцелил – это не просто человек. И исцеливший его, он затмил авторитет любого религиозного лидера, представителя иудейского эстаблишмента. Они уже не представляют для него никакого интереса. Его спросили – кто тут тот человек, который сказал тебе – возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Христос не искал каких-то впечатлений по поводу тех чудес, которые он творил. Напротив, он старался, чтобы его чудеса замалчивали. И когда он творил какие-то чудеса, исцелял людей, он говорил им – никому не рассказывайте об этом. Почему это было важно? Это было важно по той причине, что если вера людей в Иисуса Христа будет опираться на чудеса, а не на учение Евангелия, это совсем не то, чего добивается Иисус Христос. Иисус Христос пришел во имя Отца. Он пришел, чтобы раскрыть намерение Бога Отца, раскрыть и показать характер Бога Отца, совершить евангелизацию рода человеческого. Здесь чудо, любой чудо из тех, которые он сотворил, оно не является самой целью, это просто проявление милосердия к тем людям, с которыми он сталкивался. Поэтому Христос запрещал даже своим апостолам рассказывать о чуде преображения, пока он не воскреснет из мертвых, чтобы не привлекать к себе людей какими-то чудесами. Тот, кто будет привлекать к себе людей всякими чудесами, мы об этом уже говорили, это будет Антихрист. И те люди, которые гоняются за чудесами, они добегаются, когда придет главный чудесник, Антихрист, он сотворит очень великие чудеса, он будет сводить огонь с неба, и он попытается повторить все чудеса, которые совершил Христос. И мы читаем далее, 14 стих. «Потом Иисус встретил его в храме этого исцеленного и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Христос указывает здесь на грех как на главную причину недуга и предупреждает этого человека, да, вот ты выздоровел теперь, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Нечто подобное он скажет блуднице, которую хотели побить камнями и бросили к ногам Иисуса Христа. Он ей скажет, иди и впредь не греши. Господь ожидает от нас неких перемен. Когда апостол Павел пишет об этих переменах, которые Бог ожидает от нас, апостол Павел пишет, что нам надлежит ходить в обновленной жизни, то есть мы не можем оставаться такими же, какими мы были до встречи с Евангелием. Когда эта встреча произошла, мы должны меняться. После первой исповеди, после причастия, после исцеления. когда ко мне обращаются иногда люди, которым ставят очень тяжелые диагнозы и спрашивают, а что же делать? Я задаю им один вопрос. Вы должны разобраться, а зачем вам нужно здоровье? Если для того, чтобы вести такой же образ жизни, а вот тот образ жизни, который вы ввели, он привел вас к этой ситуации, в которой вы оказались. Значит, исцеление возможно, если вы дадите обет Богу, поменять свою жизнь и реально ее измерите. А если жизнь будет продолжаться такой же, и результат будет такой же плачевный. Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Хорошо бы на выходе из каждой больницы повесить эти слова Иисуса Христа – вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Люди будут задумываться и, может быть, принимать правильное решение. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Трудно, конечно, представить, почему он так поступил. Возможно, вот избытка чувств. Мы не можем это воспринимать как безусловный акт предательства. Если человек может исцелять тяжело больных, парализованных, это не просто человек. И о нем, наверное, должно узнать большее количество людей, как Самарянка, которая после общения с Иисусом у колодези Иаковлева, она побежала в свой город и всем говорила, рассказывала о том, что с ней произошло. Но результат был не очень адекватный. И стали иудеи гнать Иисуса и искать убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Надо сразу сказать, что такое отношение к исцелению в субботний день, даже к переносу вещей, это не стандартно для классического иудаизма. Напротив, еврейские классические тексты, которые дошли до нас, сообщают по поводу субботы, что есть три добродетели, которые можно делать в субботу. Хоронить мертвых, заниматься сватовством и навещать больных. Насколько я помню, это Мишна, трактат Перке и Авот по учению отцов. Но дело в том, что иудаизм того времени, как и сейчас, он был разделён на разные школы, разные религиозные группы, они очень сильно отличались друг от друга. В одни Иисуса Христа две основные школы – это школа Гелеля и школа Шамая. Иисус Христос иногда цитирует то Гелеля, то Шамая. в споре в споре с книжниками и фарисеями использует высказывания этих авторитетных для них людей. До сих пор иудеи считают, что истина, она где-то посередине между того дискуса, который вела школа Шамая с школой Гелеля. И есть целый ряд высказываний Христа, это просто он как бы ставил на место этих фарисеев цитатами то из Шамая, то из Гелеля. Скорее всего, вот такие иудеи, которые начали гнать его, искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу, скорее всего, это была школа Шамая, она была более строгая, а в целом Христа распяли не за это, не было обвинение в нарушении субботы, было обвинение в богохульстве, что он хочет разрушить храм, было даже политическое обвинение, что он возомнил себя кесарем, а у нас нет другого кесаря, кроме кесаря, но главное, почему его преследовали по-настоящему все школы и особенно духовенства и первосвященники, он бросал вызов тому бизнесу, который они организовали в храме, когда он брал бич и выгонял из храма торгующих и покупающих. Он это делал несколько раз и всякий раз принималось решение его остановить любой ценой. Иисус же говорил им, когда стали гнать его, некоторые стали искать убить его, Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Что имеет в виду Иисус, когда он говорит, «Отец мой до ныне делает». Бог каждый день и понедельник, и вторник, и в среду повелевает солнцу, и оно восходит над нашими головами и в субботний, и в воскресный день, и в праздничный, и в будничный день. Бог повелевает ветрам, гнать облака, проливать дождь на землю, и не всегда это совпадает с какими-то праздниками, не всегда это только в будни происходит. Это происходит тогда, когда Бог принимает такое решение. Бог может умертвить человека в субботу, собственно говоря, каждый день умирает огромное количество людей. Один ученый подсчитал, что на земном шаре за одну минуту умирает где-то сто человек. Значит, и в субботу, и в пятницу, и в понедельник Бог одинаково действует, несмотря на наши какие-то календарные представления. Создав мир, Бог не устранился от управления этим миром, и каждый день рождаются дети. И нельзя заставить беременную женщину подождать, когда кончится суббота. Если воды уже отошли, и начинаются роды, акушерка обязана, несмотря на шаббат, субботний покой, делать все то, что надо делать в такой ситуации. Но здесь Господь Иисус сравнил себя с Богом и назвал Бога Отцом Своим. И, как мы прочитали, и еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим назвал Бога, делая себя равным Богу. Почему так? Потому что в понимании иудеев Сын – это наследник Отца. Пока Сын живет с Отцом, все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Сыну. Все, что принадлежит Сыну, принадлежит Отцу. Взаимоотношения между Отцом и Сыном в Израильском обществе того времени были более тесные, чем сейчас. Сейчас ребенок все-таки ближе к матери, чем нежели к Отцу. Тогда с самого начала старались делать все, чтобы отец, особенно при воспитании мальчика, чтобы он доминировал ролью женщины, сводили к какому-то минимуму. Ну, например, женщин никогда не допускали до приготовления мясной пищи. Это считалось неприлично и вообще это мужское дело. Говорят на Кавказе что-то подобное. Потом женщина не могла преподавать закон Божий, потому что она не имела права и сама учить закон Божий. Это было такое сугубо мужское дело. Ситуация изменилась только с появлением христианства, хотя и в Новом Завете сказано «жены в церкви да молчат». Но в христианской традиции положение женщины становится более активным. У нас появляются жены мироносицы, равнопостальные труженицы Святого Евангелия, такие как Нина просветительница Грузии или равнопостальная княгиня Ольга заря нашего славянского спасения. На это, на то, что они возмущались по поводу того, что он как бы делал себя быть равным Богу, Иисус сказал «Истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то есть отец, то есть сын творит так же». И действительно мы знаем, что дети, особенно мальчики, любят подражать своим отцам. Если отец работник полиции, то маленький ребенок может играть в полицейского. Если отец имеет машину, управляет ею, то мальчик все время хочет забраться на водительское сидение и так далее. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Почему же он не сказал, что ничего противного не делает, а сказал, не может делать, то есть безволиться, чтобы и этим опять показать неизменность и совершенство равенства между отцом и сыном?» Это выражение означает не бессилие его, а, напротив, свидетельствует о великой его силе. Когда он говорит, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, это не пассивная позиция сына, это равенство сына с отцом, это подлинное величие Иисуса. Все, что имеет отец, имеет и сын, все, что имеет сын, имеет и отец». 20 стих «Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь, ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет». Объясняю слова, ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Кирилл Александрийский в своих комментариях на Евангелии от Иоанна пишет «Ведь если любит сына отец, то, очевидно, любит его не как оскорбляющего отца, но, напротив, как радующего его тем, что творит и делает. Напрасно, следовательно, преследуют иудеи того, кто не отказывается оказывать милость в субботу и через это опять оказываются противниками воли Бога и отца, ведь Бог действует в каждый день. Как же можно отказать сыну в том, что доступно отцу? Они думают, что должны ненавидеть того, иудеи думают, кого он, Бог-отец, любит. Но, очевидно, он, Бог-отец, отнюдь не любил бы его, сына, как приступающего в волю родителя и привыкшего особо и одиночно делать то, что бы не пожелал он сам. А как отец справедливо любит его, сына, то, очевидно, соглашается и соизволяет на разрешение субботы и показывает, что в этом нет ничего такого, за что бы Бог и Господь закона справедливо мог вознигодовать. С другой стороны, надо понять очевидную истину, что Творец закона – это и Сын Божий, ведь Сын Божий – это божественное слово, логос. И, как сказано в Новом Завете, Дух Христов из древней говорил в пророках. Он – автор Торы, и Он же есть слово закона, которое стало плотью и обитало с нами, полной благодати истины, ведь Он воплотил каждую заповедь в своей жизни. Христос исполнил весь закон нравственный, моральный, обрядовый, жертвенный закон – он сам стал жертвой, уголовный закон – он понёс наказание за наши грехи и преступления. Никто другой не может так исполнить закон, кроме того, кто является источником этого закона. Объясняя слова, ибо как отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет, Кирилл Александрийский пишет «Усматривай опять и здесь явные доказательства равенства. Кто равно с Богом Отцем действует в оживлении мёртвых, может ли быть он в чём-либо меньше или каким образом мог бы быть инородным и разноприродным тот, кто блистает одинаковыми свойствами? А сила животворения, то есть возвращения жизни, есть свойства божественной природы, которая одинаково присущая отцу и сыну, притом не особо. И сам по себе отец животворит одних, а сын особо и отдельно других, ибо он всё совершает природно, имея в себе отца, и отец всё производит через сына. Но поскольку отец имеет в своей природе силу животворить точно так же, как и он сын. Бог создал этот мир. Бог создал человека из праха земного, вдунул в ноздри его дыхание жизни и стал человек душою живою. И тот, который сотворил человека, он постановил, что человек будет умирать. Но он же силен воссоздать человека заново, оживив его, воскресив его. Поэтому в таких действиях, как воскресение мёртвых, мы видим сродство, единство природы между отцом и сыном. Конечно, кто-то из вас может задать резонный вопрос, а были святые, которые воскрешали мёртвых? И иногда об этом мы читаем, как к этому относиться. Они могли выполнять это, как поручение от Христа, силой, собственно говоря, самой воли Бога. Как и ангелы умершвляют, когда Бог посылает ангела смерти, и ангел может пробудить человека к жизни, когда архангел говорил громогласной трубою вострубит, то все воскреснут, но источник смерти и воскресение всегда Бог. Мы умираем, рождаемся, переживем воскресение только воли Бога. А как Он это оформляет, это уже Его воля. Далее говорится о том, что суд Отца и Сына. Что это такое? Христос говорит, мы читаем 22 стих, ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. А почему Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну? Никого из людей прежде всего. Да, будут судимы ангелы, но в данном случае важно понять, что речь идет о том, что суд над людьми Бог Отец отдал Сыну. Почему? А Сын Бога Человек. Представьте себе, судят инвалида и судьею назначают инвалида. Кто может лучше разобраться в проблемах инвалида, если не судья инвалид? А если судья говорит на одном языке, а обвиняемые на другом, как они смогут понять друг друга? В послании к евреям апостол Павел пишет, мы имеем такого первосвященника, а первосвященник, он же и судья, который подобен нам во всем, был искушен во всем, кроме греха. Он понимает нас. Поэтому отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Поэтому те мировые религии, где нету почтительного отношения к Господу Иисусу Христу, на самом деле они не почитают и Бога Отца. Само понятие отец предполагает, что у него есть сын. Например, мы говорим о мужчине. Это мужчина. И так понятно, что это мужчина. И так понятно, что это не женщина. Как это характеризует человека? Это отец. Вот это уже какая-то информация. Отец, значит, у него есть сын, может быть, даже не один. У Бога Отца один, единственный Сын, единородный. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое, продолжает Христос, и верующий в пославшего Меня, то есть в Отца, имеет жизнь вечную. То есть не получит жизнь вечную, уже имеет жизнь вечную. То есть вера в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго делает нас причастными вечной жизни сегодня и сейчас. Слушающий Слово Мое, этим мы сейчас и занимаемся, мы слушаем слова Евангелия, и верующий в пославшего Меня, то есть в Бога Отца, мы каждый день читаем молитву, Отче наш, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Переход от смерти в жизнь происходит в этой жизни до момента нашей физической смерти. Это воскресенье первое, когда неверующий становится верующим, когда язычник становится христианином, когда еретик становится православным, это уже переход от смерти в жизнь и уже имеет жизнь вечную тот, который исповедует истины христианской веры. Здесь Христос продолжает указывать на то, что Сын есть явление Отца в мире и что вся власть над миром людей, которые по пониманию иудеев принадлежит Богу, отдана Отцом Сыну и может быть явлена в мире только через Сына Иисуса Христа, вера в Которого ведет к победе над грехом и самой смерти. Прежде всего, смерти духовной, потом и физической, потом и физической. Далее говорится о воскресении и о суде. Но прежде, чем мы прочитаем о воскресении и суде, давайте обратим внимание на слова блаженного Августина. Он тоже написал трактат на Евангелие от Иоанна и, в частности, на эти слова «Слушающий слово моё и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь». Августин пишет «Но что бы ты не думал веря, что не умрёшь плотью и разумея по плоти не говорил себе Господь мой сказал мне, кто слышит слова мои и верует пославшему меня, переходит от смерти в жизнь». То есть буквально это так не воспринимается. «Стало быть, если я уверовал, я не умру, знай, что ты разрешишься смертью, который обязан Адаму, ибо воспринял её и тот, то есть Христос, в ком все мы были, сказано смертью умрёшь». Это Бытие 2.17 «Не может быть тщетным божественное лечение». То есть мы умрём физически. Тщетным божественное лечение не может быть. Но когда ты разрешишься смертью ветхого человека, то есть мы умираем водами ветхого человека, ты будешь взят вечную жизнь нового человека и совершишь переход от смерти в жизнь, только соверши переход жизни. Что есть твоя жизнь? Вера. Праведник верою живёт. Ибо когда тебя верующего просветил Христос, ты совершаешь переход от смерти к жизни, оставайся в том, куда перешёл и не придёшь на суд. То есть если в этой жизни мы пережили встречу со Христом, наша задача сохранять эти отношения, тогда суд не будет для нас чем-то страшным, чем-то трагическим, да и сама смерть может оказаться радостным переживанием долгожданной встречи со Христом. О чём апостол Павел и пишет, он пишет, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. В каком случае смерть может быть приобретением, если мы живём Христом, встретившись с Ним, уже не расстаёмся с Ним. Но расставание со Христом происходит. Это когда мы впадаем в грехи, будучи уже христианами. И для того, чтобы восстановить отношения со Христом немедленно, существуют врачующие таинства Церкви, такие, как исповедь, такие, как соборование и отчасти причастия, которые попаляет самосклонность ко греху. Следующая тема воскресения и суд. Истинно, истинно, говорю вам, наступает время и настало уже, когда мёртвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Кстати, вот эти слова читают на погребение православных христиан. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал ему власть производить суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившее добро воскресение жизни, а делающее зло воскрешение осуждения». Так вот, воскрешение жизни начинается в этой жизни до момента физической смерти, и мы именно так должны это переживать, и именно так мы должны к этому относиться. Григорий Незианзин в своем шестнадцатом слове пишет о двойственной участи людей и изыдут творившее благое воскрешение живота, который ныне сокровен во Христе. Напоследок же с ним, со Христом, явится отворившее злое воскрешение суда, которым осудило уже неуверовавших судящее их слово. И первое наследует неизреченный свет и созерцание Святой Царственной Троицы, которое будет тогда зарять яснее и чище и всецело соединиться со всецелым умом, а у делом вторых, не первых, вторых, кроме прочего, будет мучение или, вернее сказать, прежде всего прочего, отвержение от Бога и стыд в совести, которому не будет конца. Собственно говоря, самое страшное, что переживут люди в день суда, это обличение собственной совестью. Когда на страшном суде они узнают, что Христос взял на себя и их грехи, понёс и их беззакония, и как в Третьей книге Ездры сказано, им будут показаны жилища рая, приготовленные для них, но они туда не войдут, они испытают, как писал преподобный Исаак Сирин, бичевание любви, невостребованной любви. Был такой интересный случай в моей жизни, у меня был школьный друг, который был очень влюблён в одну одноклассницу, и он так был влюблён, он так переживал эту свою влюблённость, взрослые говорили, это проходит, всё будет нормально, и потом я с ним встретился уже после школы, когда он отслужил армию, эта влюблённость, она была в нём. Я спросил, а где она? Он говорит, я не знаю. К тому времени он уже создал семью, но он продолжал любить эту девушку. Потом эта его семья распалась, но он продолжал заботиться о своих детях, и когда ему было уже за 45 лет, вдруг он встречает её, и он не решался с ней разговаривать, когда была вот эта первая влюблённость, а тут он сказал ей всё это, и она сказала ему то же самое. Она сказала, ты не представляешь, как я любила тебя, ты не представляешь мои подруги, ты их знаешь, там, Вера, Люба, Настя, они были в курсе, ты мне снился по ночам, я пронесла это через свою жизнь. Почему мы не создали семью? Почему эти чувства чистой первой любви это оказалось в прошлом? А так как на тот момент они были уже как бы одинокими, дети уже самостоятельны по-своему, они решили вступить в брак, и они вступили в этот брак. и сколько я их наблюдаю там с дистанции там пять лет, десять лет, уже время прошло, они счастливы. Бичевание невостребованной любви – это осознание в аду, что Христос всё сделал для меня и для тебя. И мы сами являемся причиной того, что происходит с нами. С его стороны всё сделано. И окончание этой главы это тема свидетельства сына и отца. И мы читаем 30 стих. Христос говорит, вот чем ценна Евангелие от Иоанна, здесь наиболее содержится прямая речь Иисуса Христа, то есть собственная Евангелия. В других синаптических Евангелиях есть взгляд на Христа со стороны. Вот он пошёл туда, он сделал это, а здесь мы слышим его голос. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. С одной стороны, Христос говорит, что он послан Отцом. И он послан Отцом выполнять волю Отца. И в этом смысле он является полной противоположностью Антихриста, который придёт во имя своё, который будет трепетать Бога, ненавидеть своего Отца Дьявола, презирать себя и бояться святых и делать то, что считает правильным. Здесь мы видим единство Отца и Сына, которое является нам единство всей Святой Троицы, ибо единство в любви Отца и Сына закрепляется самой любовью, Дух Святой Блаженным Августином называется «Любовь обоих и Отца и Сына», как Отец имеет жизнь саму в себе и подстать, как Сын имеет жизнь саму в себе и подстать, и Отец и Сын имеют жизнь, и любовь обоих имеют жизнь саму в себе, Личность и подстать Духа Святаго. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина, есть другой свидетель о мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне». А когда Бог Отец свидетельствовал о Сыне? Помните крещение на Иордане? «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Помните свидетельство на горе Преображения Фавор «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Всегда считается, что свидетельство кого-то о самом себе, оно субъективно, но если о ком-то из нас свидетельствуют другие, это более объективно, о Сыне свидетельствует Отец, равно как сам Сын свидетельствует об Отце и на вопрос «покажи нам Отца» говорит апостолу «Сколько я с вами и вы не видите, видевший меня видел и Отца?» Есть другой свидетель о мне и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. 33 стих Вы посылали к Иоанну, то есть Иоанну Крестителю и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Здесь речь идет об Иоанне Крестителе. Да, Иоанн Креститель засвидетельствовал, что Иисус есть истинный Христос, истинный Мессия, но это человеческое свидетельство. А мы имеем свидетельство Бога о Его Сыне. Кроме этих двух текстов из Евангелия слова, сказанные при Ордане и на горе Фавор. Сама вера в Иисуса Христа как в Сына Божия означает, что Бог Отец прикоснулся к нашему сердцу и даровал нам это свидетельство как внутренняя убежденность веры. Откуда это видно? Из 16 главы Евангелия от Матфея, когда Петр в Кесарии Филипповой исповедовал Иисуса Сыном Божием, Мессии, сам Христос ему сказал, не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец Мой, Который на небесах. И если мы верим в Христа как в Сына Божий, Мессию, это значит, что не плоть и кровь нам это открыло, но Сам Отец Небесный прикоснулся нас. Он был светильник горящий и светящий, это про Яна Крестителя, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели и не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. Далее Христос подсказывает, что укрепляет ту веру, которую нам дал Отец Небесный, прикоснувшись к нашему сердцу и сознанию. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Исследование Писания – это важный процесс, на самом деле это труд, который требует внимания, напряжения, усердия, но это совершенно необходимо делать, иначе мы оскудеем вере. А источник веры, как я часто напоминаю, один – вера от слышания, слышание от Слова Божия. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Сейчас Христос скажет очень трагические слова для еврейского народа, но они касаются и всех остальных. Я пришел во имя Отца Моего, мы уже определились, Он действует, во имя Отца свидетельствует об Отце, равно как и Отец свидетельствует о Нем. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня, а если иной придет во имя Свое, это Антихрист, его примите, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищите. То есть мы должны искать славы нечеловеческой. Сказано «Ищите Царствие Божие и славы Его, а остальное все приложится». А иметь славу от Бога – это быть причастниками по благодати Божеского естества, как пишет апостол Петр во втором послании первая голова. И через таинство Церкви мы обретаем эту славу, общение с Богом в святых таинствах. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Значит, иудеи будут судимы по Пятикнижию Моисея. По аналогии свидетель на каждого христианина текст Святого Евангелия. Мы уповаем на этот текст. Но насколько мы соответствуем Духу Евангелия, насколько мы ходим в обновленной жизни, как это должно быть, как и сказано в Нагорной проповеди, и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне, если же его писанием не верите, как поверите моим словам». Вот здесь Христос затронул очень важные темы. На некоторых из них мы остановим наше внимание в окончании изучения этой главы. Прежде всего о необходимости исследовать Писание. Святитель Иоанн Залтауст пишет, «Они так могли говорить, как же если мы не слышали голоса Бога, Он мог свидетельствовать о тебе». Вот и говорит им Иисус, исследуйте Писание, имея в виду то, что Отец свидетельствовал о Нем и посредством Писания. И верно, Он свидетельствовал на Иордане и на горе Преображения, но они не слышали голоса на горе и не слушали Его на Иордане, потому Он, Христос, и отсылает их к Писаниям, в которых они тоже могли бы найти свидетельство Отца. Также Залтауст пишет, Он Он не сказал читайте Писание, но исследуйте Писание. Сказанное о Христе не поверхностно сказано и не на виду положено, но так, как сокровище некое, положенное в великой глубине, а кто отыскивая положенное в глубине, с усердием и трудом не станет искать, тот и никогда не найдет искомого. Поэтому, сказав исследуйте Писание, Христос присовокупил, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, не сказал имеете, но думаете иметь, показывая, что надеющиеся спастись одним чтением без веры не могут приобрести никакого великого и важного плода. И так справедливо он говорил думайте, потому что они не хотели повиноваться Писанием, а только хвалились одним чтением их. На самом деле проблема с святозаветными людьми, она более серьезная проблема по отношению к христианам, ибо апостол Павел пишет, что все, что было с ними, то есть с аудеями, это для нас, достигших последних времен, как некие прообразы, образы. И в завершении этой беседы мы посмотрим комментарии Блаженного Августина на слова «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Все Писание и Ветхий и Новый Завет – все только об Иисусе. Если же Его Писанием не верите, как поверите моим словам. Августин пишет, это 130-я проповедь, «Но как в ячменном зерне сердцевина скрывается под Мекиной, так под покровом таинств закона, то есть писаного, скрывается Христос, как хлеб эти таинства извлекаются на свет и распространяются». Чтобы добыть хлеб, надо собрать сначала урожай, потом дробить зерна, потом изготовлять муку, потом добавлять в воду, потом закваску, потом выжидать, когда все это скиснет. Итак, сегодня мы вошли в мир прямой речи Иисуса Христа, и я думаю, что каждый христианин, сталкиваясь с прямой речью Христа, испытывает некий внутренний трепет, ибо все слова нашего Божественного Учителя обращены к нам. они не обращены к апостолам, христианским мученикам 3-4-8 века, потому что христиане теперь это мы. Те прошли свой путь, они внимательно исследовали Писание, они уже вошли в церковь торжествующую, а может быть мы окажемся и христианами последних времен. А это значит последних самых тяжелых испытаний. Поэтому пусть главным текстом, который мы вынесем из этой беседы, это призыв Христа исследуйте Писание, ибо через них вы имеете жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, ибо Христос и есть жизнь вечная, ибо Он принес в этот мир не просто жизнь, а, как сказано, жизнь с избытком. Жизнь с избытком – это не куция жизнь, которую нам обещают безбожники, а жизнь, которая, начавшись здесь на земле, через обретение веры во Христа Спасителя, не прекратится и в вечности. Спаси Христос! Продолжение следует...